ребята всем привет с вами снова я марина морлок я собираюсь мукбэнк снимать сегодня суббота все отпуск мой пролетел просто как как фанера над парижем как правильно горит очень 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 быстро пролетел мой отпуск вот и дня сейчас будет мукбэнк я все сварила макарошки вот а еще я хотела мне посоветовали коробки убрать туда я надеялась что у меня продастся эллипсоид ведь он пакетами обвешан на самом деле в одном из пакетов лежит блок питания для эллипсоида его включаешь выбираешь программу то есть это очень клёвый тренажер для тех кто хочет похудеть особенно он очень хорошо подходит пожилым людям женщинам которые родили вышли из декрета хотят похудеть то есть тем людям тем кто переболел коронавирусом кому можно вот смотрите что он делает смотрите что он делает вот смотрите что он делает он на люстру лезет в общем очень хороший тренажер эллипсоидный для людей ослабленных кому нельзя силовые нагрузки им отлично подошел бы вот такой вот эллипсоидный тренажер но у меня он служит вешалкой для одежды постирной почему потому что я так много хожу каждый день на работу у меня нет машины я шарашу пешком транспорт в городе где я живу транспорт ходит на самом деле не очень хорошо ну он ходит хорошо 55 маршрутка ну во первых за него платить и заняти до посада 75 рублей ну как бы недорого но 10 дней уже 750 рублей а туда-сюда уже полторы тысячи это 1 2 она очень медленно идет и долгая я просто после работы иду пешком через весь город и на работу я тебе тоже иду пешком через весь город и я в будни так много хожу прихожу домой у меня ноги уже как миноги все гудят как трубы отопления и я и просто мне теперь уже в свете всех этих жизненных событий еще покупка эллипсоидного тренажера мне кажется каким-то издевательством просто надо мной то есть прошел пару километров от дома до от с работы домой еще короче говоря походи я уже пользуюсь уже троксивазин троксирутин двухпроцентный и уже и все равно у меня ноги опухают болят вообще какой-то кошмар вообще у меня с ногами происходит вот хоть и троксирутин пользуюсь и вот этому я пользуюсь и детролекс короче что только не использую ноги я не знаю что с ними скоро будет я боюсь что просто какой-то момент я уже физически просто не смогу встать и пойти на работу и что-то будет я не знаю в общем хотел немножко разгрести квартиру вот хотел сегодня погулять но понимаешь надо окна помыть надо квартиру два окна помыла а окна в квартире аж четыре и одно очень большое в спальне помыла а тут у меня уже сил нет думаю надо еще чтобы помыть окна нужно перед ними разгрести коробки ну куда их убрать в ту часть комнаты а там стояли кошачьи вот эти вот короче домики много занимали убрала их оттуда смотрите сколько места сразу освободилось и я понимаю что в принципе при желании тут главное надо эту кладовку там делать дверь в нее и можно собственно там поставить диванчик и там будет такое отдельное как бы место где можно просто сидеть или лежать но там как-то вот непонятно обычно любят сидеть на диванах или лежать и телек смотреть а тут непонятно тут диван не поставишь тут дверь в кладовку а тут если здесь поставить тут можно поставить диванчик но тогда телевизор до того будете смотреть в кладовку потому что Обычно любят люди сидеть на диване И смотреть телевизор Получается единственное место, куда можно поставить диванчик Это если все отсюда убрать Диванчик поставить сюда А телевизор повесить там, где сейчас Стоит этажерка Витрина А витрина и все остальное Шкафы все туда убрать Но это я не знаю Я хотела туда гардероб поставить Но если туда поставить гардероб То там тренажер стоит этот неудобно будет вытаскивать. В общем, короче говоря, вот этот тренажёр, он мне очень сильно как бы мешает жить в том плане, что я им не пользуюсь, но он занимает. Если его убрать, то сюда бы встали бы как раз вот эти хорошо коробки, там кошачьи домики, всё что угодно, и было бы норм. Вот. Но, увы, нет пока что. Надо будет это всё, блин, убирать. Ещё велосипедик. Короче, Руслан в своё время делал мне бесполезные подарки, и это меня очень раздражало. Пишите, как у вас, делает ли вам парень бесполезные подарки, как реагирует. Все говорят, журналы надо хвалить за любые подарки, даже за бесполезные, даже за раздражающие, ну, я не знаю, хвалить, блин, какой-то мазохизм, хвалить за бесполезные раздражающие подарки. Задувать в жопу сахар. А то он вообще тогда ничего не будет делать. В общем, что, давайте про продукты питания поговорим. Я нищаю. Я стремительно нищаю, потому что я мечтаю о ремонте. И каждую копейку, которую у меня YouTube перечисляет зарплату за три месяца, сто баксов, сто девять долларов за три месяца я заработала на YouTube, благодаря своим колготкам. Вот мне их перечислили. Вот. И, короче говоря, я себе решила в награду проколоть уши. Ты проколола уши, и мне вставили... Ну, прокололи пистолетиком за тысячу рублей, мне сделали прокол. Один прокол стоил семьсот рублей, а два прокола стоило тысячу рублей вместе с серёжками. Я сейчас с вами поговорю, а потом я мукбэнк сниму. И, в общем, я сделала два прокола таких вот. А вот эти серёжки, гвоздики медицинские, от них у меня уши стали болеть. Я вот обратила внимание, у меня, короче говоря, присутствует какой пирсинг? Проколутые уши. Кстати, проколутые уши, мочки ушей, это тоже называется пирсинг. Вот в них у меня держатся только серебряные или золотые серёжки. Вот в мочках ушей у меня стоят всё время или серебряные, или золотые серёжки. Стоит мне одеть бижутерию, даже хорошую, дорогую, у меня уши начинают болеть. У меня есть, стоит пирсинг индастриал в ухе. Он столько мне мучений и страданий принёс в своё время этот индастриал, сколько я с ним намучилась, с этим индастриал. Вот, он врастал, мне его выдирали прям с кровью. Вот, он зарастал кожей. И единственное, что я смогла потом купить, короче говоря, золотую серёжку. Золотая серёжка была, не знаю, для языка или для уздечки или для чего-то. И у меня отдельно стояла одна серёжка золотая, такая, и отдельно другая серёжка. И кто помнит мои видео ранее, у меня были две серёжки в этом ухе, такие длинные, они стояли между... друг с другом, они друг за друга цеплялись, звенели. А потом это был, по-моему, один из последних подарков Руслана. Я его попросила заказать мне на Алиэкспресс такую вот серёжку. Он мне её заказал, передал, и она мне подошла идеально. А серёжка, кстати, с синтетическим опалом. И считается, что опал очень опасный, дорогой камень, даже синтетический. Он, собственно, разрушает любовь, так скажем. То есть, он вызывает неприязнь. Если хотите поссориться и расстаться с каким-то человеком, или просто поссориться, то дарите ему опал. Опал нельзя дарить. Но я думала, что это относится к натуральному камню опал, потому что он ещё и дорогой, благородный опал. Есть несколько видов опалов. Есть розовый опал, белый опал, кахалонг. Так вот, дарите. Вот эти вот все тревожные предсказания относятся только к благородному опалу. Это опал с различной... такой переливчатой. Особенно почему-то мрачным, страшным и коварным считается чёрный опал, он же самый дорогой. И возможно... О, муха! Для котов это прям радость. Я прям окна помыла и теперь радуюсь тем, какие у меня окна. Смотрите, они прям зеркальные. Зеркальная чистота у этих окна. Какие прям зеркальные отражения. Я вижу крылья за своей спиной и свой прикольно подстриженный затылок. Можно тут прям у этих окна можно укладку делать, в общем, я горжусь вот этими. окнами, что я их купила. Такие дорогие, как они сюда встали. Второй год уже стоят, прям зеркалятся. И такие они клёвые. С улицы не видно днём, что происходит. Только нужно вечером всё равно что разодёргивать. Так вот, я говорила про опал. Опал, тревожный камень. С ним много очень связано всяких легенд. Но это у меня на втором канале про камни. Хочу, может, всё никак не соберусь поснимать что-то на второй канал. И, в общем, даже синтетический опал, а это белый синтетический опал, считается камнем опасным. И, собственно, его не рекомендуют дарить, потому что он может вызвать неприязнь к дарителю. Хотя он же один из, опал один из самых красивых камней. Прям вот, есть очень красивые камни. вот Александрит и опал наиболее тревожные. Это одни, они же и лабрадорит, лабрадор, вернее, не лабрадорит, а лабрадор. Вот одни из самых, по моему мнению, красивых и любимых мной камней. Это опал, лабрадор и Александрит. Это меняющие цвет клёвые камни. И они же одни из самых тревожных и опасных считаются. То есть, их можно носить не всем, но мне можно. Опал подходит отлично тем, чья стихия вода, потому что, по сути дела, это не камень, а каменевший гель. То есть, он состоит в большом проценте из воды. А вот позитивными камнями, которые подходят очень многим людям, считаются сапфир. Он считается вот хорошим, добрым камнем. Вот. Только нужно смотреть. То есть, сапфир, он вообще относится к знаком воздуха. Ну, бывают золотистые сапфиры, они подходят и знаком огня. Вот. Собственно. Вот, сапфир считается очень добрым камнем. Нефрит подходит практически всем. Вот. И еще есть некоторые камни, которые имеют добрый нрав. вот, считается добрый камень нефрит, сапфир, чероид. Вот. И еще некоторые кварц. Ну, кварц не всем. Яшма подходит больше знаком огня и земли, но она плохо подходит знаком воды и воздуха, которым, в принципе, подходит как раз-таки кварц. Агат подходит многим, ну, вот, то есть такие камни. А из драгоценных, ну, бриллиант, он же алмаз и сапфир подходит многим людям, но учтите, он больше подходит женщинам старшего поколения. Ой, там такой большой кот ходит, черный прям. Я смотрю, тут сходит очень огромный лохматый черный кот. Мне сразу вспоминается кот-бегемот из Мастера и Маргариты. Вот он тут гуляет, прям такой красавец. Я не хочу его показывать, потому что чтобы там всякие меня не отслеживали. В общем, ой, я уже на 11 минут проговорила. Что я говорю? А, вот про сережки. Я рассказывала про свои сережки. И, в общем, только потом, когда год у меня, наверное, где-то заживал пирсинг Индастриал, и только после того, как он окончательно зажил, я смогла сюда поставить такую вот серебу с коленкой, то есть серебу, у которой есть сустав, который соединяет как бы две сереби. И вот именно такая сережка подходит для Индастриалов. Иногда делают в других местах проколы хряща, и там бывают сложно сочиненные многосуставные сережки на Алиэкспресс, которые подходят к таким проколам. Как видите, тут форма уха была изменена. В общем, мне что-то захотелось, так как я считаю, что проколы, они как бы в ушах. И не только в ушах, они как бы имеют обережное действие. Я еще хотела проколоть и сделала еще два прокола. И, в общем, мне поставили туда медицинские сережки, и у меня уши от них стали болеть. И сегодня с большим трудом утром я эти сережки медицинские выставила, ну, вытащила из ушей. Это было нелегко. И поставила туда золотые две сережки, именно чтобы... Потому что у меня были только такие золотые сережки, других золотых сережек у меня не было. Я поняла, что... А серебро я побоялась стать, потому что я испугалась, вдруг там гноится начнет ухо. Вот. В общем, такие вот дела. А еще у меня есть пирсинг пупка и пирсинг лобка, который называется Кристина. Вот. И, как ни странно, пирсинг лобка у меня ставит золотой. Его можно ставить золотой или серебряный. А пирсинг пупка мне подходит совершенно любой. То есть, любая сережка, там, самая дешевая, за 100 рублей, купленная там где-нибудь в переходе, мне абсолютно подходит для пирсинга пупка. И пирсинг пупка заживает моментально, буквально за два дня, за два-три дня он заживает. То есть, если вы вдруг потеряли сережку для пирсинга пупка, ее нужно заменить как можно быстрее. В отличие от ушей, пупок заживает буквально за пару дней. Прокалывать его вообще не больно практически, потому что там мало нервных окончаний, там мало кровеносных сосудов, но и заживает мгновенно. Так что, если вы хотите что-то прокалывать и не знаете что, то лучше пупок, если вам сережка что-то не понравилось, мешает, надоело, можно ее вытащить и заживет буквально за три дня. Ну, в норме, если у вас нет никаких болений, конечно. Такие вот дела. А так у меня ушко побаливает. Но я думаю, это как серьги-оберег такой. А сейчас у меня будет мукбэнг. Спасибо всем, кто меня смотрел. Я хотела вообще начать с мукбэнга, но, видите, я тут решила вам показывать, что да как. В общем, тренажер надо продать и освободить. И если продать тренажер, то фактически комната получается такая большая и длинная, как вагон. Ее можно тогда делить на две части. Чисто теоретически, если бы у меня были деньги, можно было бы поставить такую перегородку как бы до потолка и сделать такой в этой части, где кладовка находится, просто один огромный встроенный шкаф, а все остальные шкафы убрать и там, где витрина, просто поставить диван и телек и все. Ну, может, комодик какой-нибудь оставить для трусов, а остальные шкафы убрать бы можно. Вот, такие дела. Ну ладно, вернусь я к моему мукбенку, то есть мукбенка это трансляция приема пищи, я собираюсь обедать. Так что, ребят, спасибо всем, кто меня смотрел. Вот так вот. Какую-то сережку надо теперь новую в ухо. Вот так вот. Продолжение следует...